Девочка-пай Луч солнца золотого Тьмы скрыла пелена И между нами снова Вдруг выросла стена Ночь пройдет, наступит утро ясное Знаю, счастье нас с тобой ждет Ночь пройдет, пройдет пора Ненастная солнце взойдет Солнце взойдет Петь птицы перестали Свет звезд коснется крыш Час грусти и печали Ты голос мой услышь Ночь пройдет, наступит утро ясное Знаю, счастье нас с тобой ждет Ночь пройдет, пройдет пора ненастная Солнце взойдет Солнце взойдет Ночь пройдет, наступит утро ясное Знаю, счастье нас с тобой ждет Ночь пройдет, пройдет пора ненастная Солнце взойдет 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 Браво! Спасибо! Хочется закричать сразу после этой песни Сергей Волчков! Дорогие друзья, хотя зачем я его представляю? Ведь его знают все, кто сейчас смотрит наш онлайн-концерт Спасибо большое, Сергей! И здравствуй! Здравствуй, Ситочка! Как я рад, что ты пришла меня поддержать! Спасибо тебе огромное! Я не могла не прийти, потому что это один из самых красивейших голосов нашей современности Ярких талантов мы это сегодня еще обсудим и не раз И, конечно же, красивейших мужчин Когда слушаешь песни в его исполнении, хочется верить, что он поет только тебе Только тебе единственной Сегодня тебе и все, кто смотрит на мой Вот! Я сегодня такой проводник между Сергеем и его талантом и вами, дорогие наши зрители К сожалению, время наше такое сложное, что мы не можем все собраться в одном зале И получать удовольствие от тесного общения Но мы все можем послушать великолепное пение Сергея Посредством изобретения 20-го века, интернета Поэтому прильните к экранам ваших компьютеров и слушайте внимательно Сейчас начнется чудо и мы начнем онлайн-концерт на сайте Кремлевского дворца Давай сразу перейдем к главному Сегодня 11 сентября, да, Сергей? Сегодня 11 сентября И это не просто какой-то день сентября, это очень важно для тебя Сегодня день рождения моего любимого баритона, великого Иосифа Давыдовича Кобзона И сегодня ему могло бы исполниться 83 года, но, к сожалению, его уже два года как с нами нет Сергей, расскажи, пожалуйста, почему этот человек так важен для тебя? Это человек, который увидел меня Мы выступали, первый раз у нас встреча произошла, это был концерт, посвященный Островскому И где я услышал лестные слова в свой адрес и, конечно же, сразу и замечания И это меня приятно удивило И потом на протяжении многих лет, сколько мы общались, я слышал от Иосифа Давыдовича всегда и хорошее, и что-то такое всегда Чтобы я обратил внимание на какие-то песни, на нюансы в песнях То есть этот человек очень много... Такое чувство, как будто он хотел передать какую-то частичку своего профессионализма мне А вот скажи, пожалуйста, он был действительно гением, он был невероятнейший человек Невероятно Я таких других никогда в жизни не видела, его невозможно забыть Что он говорил тебе, какой яркий комплимент и какое замечание, вот такое самое точное? Замечания, я не буду говорить про замечания, многое Но скажу другое, что последний концерт, который был в 18-м году в Кремлевском дворце, где он был Он сказал одну из таких вещей, я потом повторюсь еще, что он сказал А он сказал, не хватает песни о нашей стране, что-то тебе нужно в репертуаре Ты очень много поешь лирики, а что-то хочется такого фундаментального И потом я начал копаться в много песен, и тут мне предложили съемку в фильме И мой друг Андрей Кретов, у него песня была, которая долго лежала Ее исполнял Иосиф Давыдович Кобзон Наверное, мало кто слышал в его исполнении эту песню, но я ее нашел, принес ему послушать дать Принес, он так говорит, да, давай, я послушаю Ну, я хотел спросить у вас разрешение, могу ли я потом ее исполнять Он так взял ее, прослушал 4,5 минуты и говорит Ты знаешь, спел ты хорошо Оказывается, на записи был это Слушай, ну это супер комплимент, я так скажу Это невероятный комплимент И что это за песня? Песня, которая называется «Память жива» «Память жива» и Абвосева Давыдовича Кобзона И, конечно, «Память жива» «70 лет Великой Победы» Я бы хотел начать свою программу с такой фундаментальной песней Вот это великолепный подарок для всех зрителей Итак... Память жива Память жива Память жива Память жива Память жива Здесь под этими тридцать четверками Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И без вас уходить нелегко Годы мчатся, а память жива И пока будет жить человечество Не померкнут на камне слова Не померкнут на камне слова От сердца и отечества Не померкнут на камне слова Не померкнут на камне слова От сердца и отечества Годы мчатся, а память жива Спасибо огромное! Это невероятная песня! Ты знаешь, год 75-летия Победы Она звучит особенно пронзительно С таким прям глубоким наполнением Я думаю, что все наши зрители Кто смотрит онлайн концерт Не смогли сдержать слезы Тем более, что в твоем исполнении Это было великолепно! Спасибо большое! Спасибо огромное! Огромное спасибо сейчас от всех Что ты именно с этой песни Начинаешь наш сегодняшний концерт Спасибо! Вы знаете, дорогие друзья Вы не просто смотрите на Сергея Вы, пожалуйста, присылайте свои вопросы Там у нас есть специальный для этого раздел Пишите, как вас зовут Что бы вы хотели спросить у Сергея Потому что без общения Невозможно творчество артиста Артист, конечно, скучает Потому как он будет смотреть в ваши глаза Отвечать на ваши вопросы Пожимать ваши руки Об этом он просто мечтает С самого начала пандемии Пока она смотрит и пишет вопросы Задай ты мне какой-нибудь вопрос Задам тебе вопрос Давай начнем с самого начала Самое начало это Белоруссия Это Белоруссия Прекрасная страна Прекрасная Белоруссия Родился в маленьком... Белорусь, да Белорусь Белорусь, да Белорусь, я знаю, как правильно С огромным уважением Я родился в маленьком городе Город, который называется Быхов Могилевской области Я все про себя знаю Вот, молодец, подготовилась Я знаю, что эта область захватила радиация После Чернобыльской трагедии Сожгонетно Это как-то коснулось твоей семьи? Это коснулось всех Не только мою семью Потому что мы находились недалеко от границы И очень много деревень, которые находятся рядом с городом Быховым Они просто ушли под землю Ну, я могу сказать, что... И меня тоже определенно коснулось Я ездил в Италию из-за этого Потому что у нас были программы по обмену Ну, когда мы попали в Чернобыльскую зону Страны Евросоюза поддерживали нас И приглашали детей Кого в Германию, кого в Францию Вот, мне посчастливилось быть в Италии Подожди, то есть маленький мальчик Сережа Сколько лет тогда тебе было? Первый раз я поехал Мне, наверное, было семь с половиной лет Ничего себе! Вы представляете? Значит, мы еще об этом даже не мечтали А ты уже поехал в Италию И именно там ты заболел оперным пением Признавайся Ну, как заболел? Просто я когда исполнял, был маленький И был такой высокий у меня голос Все говорили, ну, второй Робертин Лоретти Еще в Италии Я даже такого не знал Ты говорил, нет, я первый Сергей Волчков Так я не знал, кто он такой Так что можно сказать Это был и комплимент И я вообще, ну, да-да, спасибо Но в итоге, я, знаете, мы затронули тему Там, где я родился Там, где я получил первое образование Там, где живут моя мама, папа, брат Я в этом году был на Савянском базаре Заезжал в гости на три дня И, знаете, нельзя забывать свой угол, где ты родился Я всегда помню, люблю этот край И, конечно, очень приятно всегда возвращаться домой Мой родный куд? Да, мне хотелось бы исполнить для тебя песню Для всех зрителей, кто нас смотрит Песню, которая называется Мой родный куд Ях ты мне, милый, забыть тебе Не маю силы Не раз утомлены дорога Житом весны, мое убогой Там я в душею И там душею спочиваю И там душою спочиваю Ось я в тяке Передо мною Стоя, кто не в тяке Песня, 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 кто не в тяке Люблю тебя Люблю тебя, мой перок родный Тельец, а йо, монстры, броводны Убытье дружно и чаротою Стоять, як веши над водою Мой родный куд Ях ты мне, милый Забыть тебе Не мою силы Забыть тебе Не мою силы Родный куд Да, мысленно сейчас песни Перепрыгнул Может через нашу границу Вы знаете, я думаю, что Все, кто сейчас внимательно смотрелся Видели, как горели глаза у Сергея Потому что в глазах у него стоял Действительно свой родной тот самый угол Ну, мы как раз собираем вопросы от наших всех, хотел сказать, телезрителей по привычке онлайн Зрителей, которых их пишут и пишут Вот они сейчас сыпятся у меня Я их начну задавать совсем скоро Но для начала Знаете, все время говорю вот просто Сергей Волчков Я говорю, а давай мы тебя представим так, как надо на самом деле Обладатель премии Лауреат Победитель Он Нет, 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 нет Я просто артист Но все-таки одного конкурса я не могу не коснуться уж, извини Это конкурс Голос Который был в твоей жизни Был Ты там победил Потому что мы все присылали смс-ки Ты был настолько волшебным Настолько необычным Настолько мужественным и харизматичным Что я знаю, что именно с этого проекта ты познакомился не только с нами Но и с Александрой Пахмутовой С Александрой Пахмутовой я познакомился уже заочно во время проекта «Голос» Потому что когда сначала сольно идет песня, да, слепое прослушивание Потом идут батлы, дуэты И вот мне тогда посчастливилось исполнять песню «Мелодия» с незрячей девочкой С замечательной артисткой Патрицией Кругановой И, знаете, было настолько трогательно, что у меня тоже сердце само плакало В зале не было ни одного человека, который бы не пустил, наверное, слезу И Александра Николаевна как раз видела это эфир Позвонила ночью Александру Борисовичу Градскую И сказала огромное тебе спасибо Во-первых, я услышал впервые эту песню в дуэте А во-вторых, это трогательно И появилась песня «Второе дыхание» После «Муслима» Магомаева Я очень понимаю, кстати А потом уже мы встретились, подружились Уже написано несколько песен для меня Александра Николаевна Но именно та встреча, да, я пел ее песню Она сидела у телевизора и слушала И сейчас я вспоминаю этот момент И действительно, я счастливый человек, что у меня не только опознают голосы Мы уже говорили, Иосиф Давыдович Кобзон, Александр Борисович Градский Мы еще будем долго говорить, с кем я еще познакомился Но знакомство с Александром Николаевной Пахмой То есть Николаем Николаевичем Добронравовым Это счастье, просто счастье Ну, когда талантливые люди встречаются Всегда рождается самое настоящее чудо, да? А песня «Мелодия», когда ты тогда ее исполнила Она произвела просто фурор Вот я могу говорить за себя, да, дорогие друзья Я ее такое количество раз потом пересмотрела в интернете Ты даже не представляешь Потому что это настолько было пронзительно и красиво Что я просто требую от имени всех, кто сейчас смотрит этот концерт Эту песню исполнить Безусловно И я ее исполню тоже в дуэте, если ты позволишь Так как она в дуэте звучала на проекте «Голос» Я хотел бы повторить, чтобы она прозвучала сегодняшний вечер В дуэте замечательной артисткой А это будет сюрприз Хотела объявить Я хотела сказать тоже победительный дешевый голос Ты моя мелодия Я твой преданный орфей Дни, что нами против О, мне на цвет нежности твоей Все поведем растаянно И голос твой теряется вдали Что тебя заставило Забыть мелодию любви Ты, мое сомнение Тайна долгого пути Сквозь дожди осенние Слышу я горькое прости Зорь прощай Битва Зорь прощай Зорь в заре И у любви. Ты — мое призвание, Песня, оставшая судьбой. О, забвенья раннего знала Горфей, Преданный тобой. Стань моей вселенной, Взмотнувшими струны отжили. Смельцу вдохновенному Верни мелодию любви. Смельцу вдохновенному Верни мелодию любви. Смельцу вдохновенному «Хрустальный голос». И мне посчастливилось с тобой Скоро выступить снова в Казани 15-16 сентября. Это действительно удача. Просто я давно знаю Дину Гарипову, и когда ее слушаю, я настолько иногда забываю, что начинаю петь вместе с ней. Это иногда будет в общественных местах. Понимаешь? И это очень... Это невероятная артистка, невероятная, очень красивая женщина. Безумная. Потрясающий человек. Дина, спасибо тебе большое. Спасибо вам большое, что пригласил. Спасибо. Удачного продолжения концерта. И всем замечательного вечера. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Мои аплодисменты. И мои аплодисменты. И сейчас аплодируют везде. Вот нам пишут в онлайн чат. Калуга с вами. Волгоград на связи. Мы вас смотрим. Все сейчас вам аплодируют. Спасибо огромное. Спасибо большое. Ну, а я как проводник подхватываю эти аплодисменты и здесь аплодирую от имени всех зрителей, кто нас смотрит. Слушайте, потрясающе складывается концерт. Таких тебе хорошие друзья приходят. Да. Они тебя любят, что ли? Безумно. И ты их тоже? Я безумно их люблю, хотел сказать. Они, ну, наверное, любят. Слушай, нет ничего лучше, чем взаимная любовь. А вот и любовь зрителей. Смотри, твоих поклонников пишут нам в онлайн чат. Кстати, я всех приглашаю. Пожалуйста, не стесняйтесь, не ленитесь, заходите, пишите свои слова. Итак, Татьяна Кутова спрашивает. Сергей, подскажите, пожалуйста, как складывалось в период пандемии, долгий, тяжелый период для артиста, общение с вашей музыкальной группой? Мы общались. От нас, к сожалению, ушел гитарист по некоторым причинам. Сломался во время пандемии гитарист? Нет, нет, очень ответственный хороший парень. Ну, мы уже нашли тоже хорошего гитариста, с которым поедем в ближайшее время в тур, который я очень надеюсь, что состоится. Мы общались. Кто-то знает, кто-то не знает. У меня есть пианист Олег Дементьев. Он из Беларуси. И всегда тоже рядом со мной. Сегодня не смог, к сожалению, приехать. Но хочу сказать, что поддерживали отношения и с саксофонистом. Во-первых, у многих день рождения было. Мы общались по чату, по зуму, по ватсапу. И поздравляли друг друга. Освоили новые технологии, да? Освоили, да. Раньше которых только слышали. Я свой день рождения целый день отмечал 3 апреля. Пока интернет не кончился. Должен был отмечать на сцене Кремлевского дворца в большом зале. А отмечал по зуму и по ватсапу с родственниками все, с родителями, с друзьями. Это же уникальное событие. Вообще. Ты знаешь, ты будешь вспоминать потом, что был такой год. Впервые в жизни. Как и сегодня в первые жизни у меня онлайн-концерт. Потому что мои друзья, коллеги, они все делали онлайн-концерты во время пандемии. А я не делал онлайн-концерт. А почему? Ну, мне хотелось дождаться живых концертов. Но сегодняшний онлайн-концерт, он особенно для меня. Потому что он впервые, во-первых, в Кремлевском дворце проходит. Во-первых, он первый для меня. И сегодня такая замечательная дата. 11 сентября. На сегодняшний день был перенесен концерт как раз в большом зале. Но сейчас я хочу всем сказать, что в следующем году, 3 апреля, ничего нам не помешает. И приходите на мой концерт сольный, с оркестром в большой зал. Буду всех очень ждать. Так, дорогие друзья, записывайте. 3 апреля. Все встречаемся здесь же. Ну, уже, я надеюсь, как говорится, оффлайн, вживую. И мы все сможем себе... Ну, 2 апреля мы с тобой встретимся, наверное, на Добромутре. Я надеюсь. Я надеюсь, что ты придешь, что ты специально встанешь пораньше. Я тебе второго позвоню, разбужу и скажу... Слушай, такое сейчас залихватское настроение. Чтобы его продолжить, я хочу исполнить песню, которая называется «Все, что было». Можешь даже танцевать. О, мне разрешили, да? Помнишь, мы выступали на одном замечательном саммите, и я пел «Дорогой длинной», и я помню твою... Так, ты меня всегда поддерживал заходить. Да. Потому что все, что было, звучит сейчас для всех вас. Слышно-пída, пел «Остыск», И становится короче в жизни путь Не пора ли мне с измученной душою На минуточку прилечь и отдохнуть Все, что было, все, что ныло Все давным-давно уплыло Утомились лаской губы И натешилась душа Все, что пела, все, что ныло Все давным-давно и смело Только ты моя гитара Прези звоном крыша Ты напомнил мне вчера вдруг далеко По забытом, пережитом полусине Милый друг, ни разговора, ни намека Нищимый луна отклика во мне Все, что было, все, что ныло Все давным-давно уплыло Утомились лаской губы И натешилась душа Все, что пела, все, что ныло Все давным-давно и смело Только ты моя гитара Прези звоном крыша Все, что пела, все, что ныло Все давным-давно и смело Только ты моя гитара Прези звоном крыша Может быть, но вот совсем еще недавно Захлевнулось сердце радостью в груди А теперь, как это странно и забавно Мне сказать тебе лишь хочется Уйди Все, что было, все, что ныло Все давным-давно уплыло Утомились лаской губы И натешилась душа Все, что пела, все, что ныло Все давным-давно и смело Только ты моя гитара Прези звоном крыша Споем вместе? Я могу, лучше не предлагай Все, что было Все, что ныло Все давным-давно уплыло Утомились лаской губы И натешилась душа На тебя смотришь, на тебя слушаешь. И я уверена, что сейчас вы, дорогие друзья, все уже танцевали у себя дома. И мы сделали это вместе. Здорово. Серёжа, продолжаем. Ух, ух. Ну невозможно просто устоять, действительно. Невозможно тебе отказать. Слушай, давай уже коснёмся его. Давай. Давай. Аккуратно так протянем к ему руки и скажем, Грацкий. Александр Борисович. Александр Борисович. Фигура крупная во всех смыслах этого слова. Очень потрясающий человек. Знаешь, много можно чего вспомнить. И сам проект, голос. Но самая, наверное, трепетная и такая дружеская нота была, когда... Новый год. Наступал замечательно. 14-й год. В 13-м году я победил. 27-го декабря. 28-го декабря у меня супруга попала в больницу. Уже вот-вот должна была рожать. И на Новый год уже не пускали в больницу. Ну, я поздравил, приехал, подарил цветы. И уже хотел ехать. Мне позвонили друзья. Говорит, давай отметим день рождения. Ну, Новый год. А я такой, да, давайте. И еду такой. Звонит Александр Борисович Грацкий. А ты где? Говорю, еду с друзьями отмечать Новый год. Слушай, пришли ко мне, отметим вместе Новый год. Что ты будешь там где-то... И ты поехал? И я поехал. Это был такой теплый вечер. Впервые, наверное, утром никогда не болела голова. Шучу. Значит, Грацкий не наливал. Нет, мы выпили по бокальчику шампанского, посмотрели «Голубой огонек». Гордила. Гордили. Вот скажи сейчас, пели всю ночь? И пели. А потом, когда закончился «Голубой огонек», он достал пластинку 38-го года и включил ее. Значит, мы сидели и музицировали, наверное, до 8 утра. Это был потрясающий вечер. Был его сын и дочка, и супруга. И как-то вот запомнился этот вечер по-особенному. Хотя много чего можно вспоминать. И концерты. И как мы пели вместе у него на концерте, он вызвал на сцену Иосифа Давыдовича, и мы спели «Миссис на небе» втроем. Для меня это тоже, представляете, парню, который 26 лет, а он стоит на сцене. Ладно, это самое главное. Это, скажи, жена, когда родила. 3-го января. 3-го января. 3-го января, да. Здорово. А вот что про тебя говорит сам Александр Павлович Кривовский. Давайте послушаем. Интересно. Здравствуйте. Мне очень приятно сказать несколько хороших слов о моем молодом друге и коллеге Сергею Волчкове. Все вы знаете, что мы вместе работали на программе «Голос», и после этого началась его замечательная карьера. Я очень люблю его творчество. поздравляю его с тем, что у него что ни день, что ни месяц, то какое-то новое решение, новый успех. И желаю ему в дальнейшем не сходить с этого пути, а оставаться таким же замечательным, прекрасным человеком, вокалистом и необходимым людям, артистом. Удачи, Сережа. И вот сейчас после этих слов должна зазвучать та самая песня, с которой он в тебя влюбился. Да, давайте исполним песню, которая называется «Ария Мистера Икс». «Ария Мистера Икс» 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 «Слушая скрипку дамы в ложек вздохнут» «Скажут с улыбкой корабры с шут» Да, я шут, я циркач, так что же Пусть меня так зовут вельможи Как они от меня далеки, далеки Никогда не дадут руки Сны, чок, опущен и мелодия добета Ой, кой, как птица, по кругу мчится Дождем душистым на манеж летят букеты Но номер кончит и гаснет свет И никого со мною рядом нет Цветы роняют лепестки на песок Никто не знает, как мой путь одинок Сквозь ночи ветер мне ведь сужено Нигде не светит мне родное окно Устая греться у чужого огня Но где же сердце, что полюбит меня? Живу без воски бой свою затаял Всегда быть смазкой Судья моя Устая греться у чужого огня Спасибо большое Спасибо, спасибо огромное Слушай, ну ты прекрасно поешь оперету, оперы, много популярных песен Но я уверена, что творчество Муслима Магомаева, она занимает какое-то особое место в твоем исполнении Безусловно И с детства мы все слышали, конечно же, «Луч солнца золотого» Песню, которая первая вышла на сцену и спела И много песен, которые звучали дома в исполнении Муслима Магомаева Они как-то очень хорошо на тебя ложатся Ну они все написали авторы, которые знали, как раскрыть голос Писал Александр Николаевна Пахматова, Арно Бабаджанян И вот и сам Муслим написал несколько песен для себя Он знал, где раскрыть можно голос свой по-настоящему Где можно показать душу, сердце, где можно уйти на пиано Где можно открыть и три форта спеть И чтобы это было все органично в одной песне То есть это такая очень благодарная музыка для артиста Безусловно И знаешь, я хочу тебе сказать, что я не был знаком с Муслимом Я только слушал его музыку и когда он ушел из жизни, я думаю Очень жаль, что я не прикоснулся, не был на концерте, не увидел этого Но потом мне посчастливилось познакомиться с Тамарой Ильиничной Синявской Когда я поступал в ГИТИС, она сидела в наборе Я попал в ее класс, недолго это продолжалось, потому что Она тебе двойки ставила? Нет, был 1 сентября, сказали мальчикам не подавать в класс Тамаре Ильиничной А я подал заявку и попал Но попал так, что после первого прослушивания у нее в классе Она мне перезвонила уже через 2 дня и сказала, что Сергей, мне будет очень тяжело с тобой заниматься, потому что Я буду в классе слышать репертуар Муслима Магомаева И самое очень правильное, я знаю, наставление Я ходил в класс, я слушал, был мастер-класс, она меня распевала Это было на протяжении 5 лет Я приходил, слушал, как девчонки поют, мои однокурсницы Которые тоже смотрят сейчас онлайн И самое, что она сказала, говорит, знаешь, Сереж Не нужно стараться быть вторым муслимом Нужно стать первым Сергеем Волчковым И для меня этот урок жизни и урок я всегда даже молодым тоже ребятам Которые начинают чересчур подражать Я говорю, не надо Это, ну, это Сцена, это не программа точь-в-точь или один в один Это ты И я бы очень хотел сегодня исполнить песню, которую написал сам Муслим Магомаев И называется она «Синяя вечность» Этой песней я всегда закрываю свои сольные концерты Но сегодня я хочу ее исполнить в середине Так сердце лежит Вот хочется А потом дальше пойдет другой репертуар, который тоже понравится моему зрителю Но вот сегодня я хочу «Синяя вечность», чтобы они не ждали концерта Хотя многие, может, не дождутся У многих дела Дождутся Я хочу исполнить сейчас «Синяя вечность» Звучит для всех вас Море вернулось Говором чарли Песни при боях Рассвет пробудил Сердце Сердце, как друга, в море встречает Сердце, как песня, летит из груди О, море, море Преданным скалам Ты ненадолго Подаришь прибой Море возьми меня В дальние дали А русалы А русалы Вместе с собой Грустные звезды В поисках ласки Сквозь синюю вечность Летят до земли Море навстречи Море навстречи В детские сказки На синих ладонях Несет корабли О, море, море Преданным скалам Ты ненадолго Ты ненадолго Подаришь прибой Ты ненадолго Но не возьми меня В дальние дали А русалы Вместе с собой Грустные звезды Море навстречи В детские сказки С собой Возьми С собой Возьми И вот тут зазвучали аплодисменты И мы чувствуем, дорогие друзья, как вы аплодируете, сидя там у себя дома по ту сторону экрана. Но ваши аплодисменты здесь слышны. Спасибо. И ты знаешь, Сергей, я даже слышу, как все нам подпевают. Да? А я абсолютно уверена, что... Я чувствую это. Да, потому что я тебя здесь подпевала. Я уверена, что вот многие, кто сидят и смотрят, они, конечно, тебя подпевают. И пишут нам вопросы. Давай. Сюда, в чат. Давай на какие-то ответим. Вот смотри, пишет нам Галина, она спрашивает. Сергей, если вот вам каждый день, очень длительное время, было бы необходимо петь только одну и ту же песню, вот какую бы вы выбрали? Именно ту, которую я исполнил сейчас. А, я вот почему-то так и думаю. Хотя в моем репертуаре появилась еще одна замечательная песня, я ее чуть позже исполню. Какая? Услышишь? Хорошо. Не забудь потом сказать, что... Вот, 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 а скоро она прозвучит. Хорошо. А вот спрашивает Александр Рогалева. Сергей, скажите, как вы провели лето? Вы где-нибудь отдыхали? Четыре дня я отдыхал в Сочи, три дня в Белоруссии и еще потом отдыхал под Сочи, тоже замечательное место, недельку. Недельку. Я просто знаю, что ты любитель Испании, и если тебе дать возможность, ты сразу рванешь что-то на больную. Не надо на больную. Нет. Ну, ресторан, может быть, посетил, познакомился с людьми. Тропу здоровья открыл для себя, там вдоль моря идет, она километров двенадцать, потом ноги очень сильно болели, потому что там еще ступеньки такие. Я очень люблю ходить всю, можно сказать, пандемию там. Правда, когда нельзя было, я старался не нарушать, но потом я понял, что можно нарушить чуть-чуть, и я так, можно сказать. Ты знаешь, все врачи втихаря говорили, что если вот выйти погулять на свежем воздухе, от этого хуже не будет. Да, будет только лучше. Для иммунитета тоже. Главное, со всеми, так сказать, с пола не есть, со всеми не обниматься и не целоваться. Мы только что узнали новое. Сергей начал заниматься спортом. Тропа здоровья. Нет, спортом-то я начал, когда открыли уже, я теннисом большим занялся. Раньше в пинг-понг играли, знаешь, когда мне кто-нибудь спрашивает, чем ты занимаешься? Теннисом. Каким? Я говорю, ну, настольным. Теннис ли это? Да. А сейчас я занимаюсь большим теннисом. Да, вы что? Кто побеждает в большом теннисе? Тот, кто при ударе громче кричит. Да, так у нас самое интересное, еще давно, когда я в школе учился, у нас в Беларуси было две таких звезды, можно сказать, по теннису. Максим Мирный, он был первой ракеткой в парных играх. И был Владимир Волчков. И меня всегда спрашивают, твой брат? Я, ну, практически. А теперь он говорит, его спрашивают, а Сергей Волчков у вас брат? Да, да, да. Ну... Да. Я потом отвечу на этот вопрос. Послушай, какую следующую песню ты нам получишь? Ты знаешь, я хочу исполнить еще одну песню, которую я слышал в исполнении Иосифа Давыдовича в двух вариантах. И расскажу быстро историю этой песни. Песня называется «Нежность». И вот что вы знали, Николай Николаевич Добронравов написал два варианта текста. Это женский текст и мужской текст. И мужской текст звучал там век двадцатый, век больших разлук. И Иосиф Давыдович пел, значит. А все знают «Опустела без тебя земля». И когда мне предложили исполнить эту песню, мы с Валей Бирюковой решили сделать так. Она поет первый куплет «Опустела без тебя земля», а второй куплет я пою «Мужской». Позвонил Николаю Николаевичу Добронравов. Он говорит, слушай, хорошая идея. И вот так сейчас эта песня живет в таком варианте. Валечке не смогла сегодня приехать, хотя она меня всегда тоже поддерживает. И я ее поддерживаю на ее концертах 18 сентября. У нее будет в Градском холле, там я буду петь несколько песен. Но сегодня я хочу исполнить эту песню сольно. Называется еще раз она «Нежность». «Опустела без тебя земля». Как мне несколько часов прожить, так же падает в садах листва. И куда-то все спешат такси, только пусто на земле, одно без тебя. А ты, ты летишь, и тебе дарят звезды свою нежность. Может, надо улететь, чтоб знать, сколько в мире алых солнцелун. Может, надо улететь, чтоб знать, как беспомощна была земля. Но огромна лишь одна земная любовь. И здесь во вселенной меня согревает твоя нежность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если можешь, прилетать скорей. Потрясающе! Спасибо тебе большое! Нежность! Спасибо! Все, кто нас сейчас смотрит и слушает, не стесняйтесь и не ленитесь, напишите, а мы передадим все ваши и просто добрые слова Сергею Волчкову. Ведь артистам очень приятно. И это отдельная радость, отдельное счастье — получать любовь зрителей. Безусловно. И знаешь, после концертов, где бы я ни был, и тур когда большой, и усталость присутствует, безусловно, после концертов. Но я всегда выхожу на автограф-сессию, вот это, знаешь, почувствовать вот это вот тепло и отдачу от зрителя. Чтобы он тебе что-то сказал, что ты услышал. Для меня, я просто заряжаюсь этим. И я не могу, и некоторые города, да, многие знают, что когда есть тур, и там поезд сразу после, и нужно бежать, и иногда этого не случается, встречи с зрителем, знайте, что мысленное всегда рядом с вами. Да, вот я могу это подтвердить. Сергей по-настоящему это любит. А знаешь почему? Потому что ты настоящий артист. Потому что это не какая-то работа, которую тебе нужно выполнить, знаете, как тяжелая работа, выполнить и забыть. Нет. И это завораживает, насколько песня, пение и общение со зрителем для тебя естественным. Это является вот продолжением тебя, так же, как дышать, как смотреть, как видеть, как любить. И поэтому, когда я думаю, о чем ты занимался на пандемии? Как ты, как артист, мог сидеть один, запертый в четырех стенах и не петь? Ты же не можешь не петь, ты же, наверное, пел. Пел каждый день, утром чистил зубы и пел, просыпался и пел. Пел, безусловно, пел. И скажу тебе, открою тайну, иногда, когда появились пропуска, я ездил на студию и записал несколько песен. Несколько песен, они не... Ну, кто-то попросил какой-то автора, но появилась в моей жизни песня, которую я впервые записывал на студии и прослезился. Вот, не знаю, меня куда-то вот унесло. Во-первых, я скажу так, что во время пандемии случилось что-то со мной такое, ну, со многими, наверное, случилось такое, но я очень стал тонко кожей. То есть я, например, эту песню исполнял, у меня мурашки бегали по телу, и я прослезился. Потом я включаю телевизор, там идет концерт совершенно популярной диджеевской музыки. Я вижу эти стадионы танцующие, и какой свет... Я тоже сижу, и у меня прям комок в горле. Каждый фильм, это вообще просто... Наверное, так все стало обострено. И когда я нашел эту песню, я просто прочитал стихи и понял, что я хочу, чтобы она была моей. И авторы, когда услышали уже на студии, они говорят, мы тебе ее дарим, Сергей, пусть она будет жить с тобой. Что это за песня? Песня... Во-первых, уже название «Я Россию люблю». Подари нам тоже, пожалуйста, эту песню. Я с огромным удовольствием. Это будет впервые. Я ее никогда не пел. Ну, онлайн, не онлайн. Я чувствую, что люди прям сидят здесь рядом. Поэтому для меня волнительно, но я постараюсь ее исполнить и отдать свое сердце в эту песню. Я Россию люблю. Меня как-то спросили, где ты силы берешь. Я ответил в России, если сердцем живешь. Когда хочется небом на рассвете обняться, И от запаха хлеба ощутить благодать. Среди бескрайних путей дорог. В России сила, в России Бог. Нам надо просто по-русски жить, Россию преданно любить. Меня с детства учили совещительным держать. За Россию и веру будь готов все отдать. Ничего не жалея и себя не щадя. Будь всегда вместе с нею, В них вся сила твоя. Среди бескрайних путей дорог. В России сила, в России Бог. Нам надо просто по-русски жить, Россию преданно любить. Знаю твердо, что силы Среди трудных дорог Мы находим Россию, Здесь всегда с нами Бог. Здесь так хочется верить, Здесь так хочется жить, Годы местами мирить, И по-русски любить. Среди бескрайних путей дорог. В России сила, в России Бог. Нам надо просто по-русски жить, Россию преданно любить. Меня как-то спросили, Где ты силы берешь? Я ответил, В России, Если сердцем живешь. Меня как-то спросили, Где я силы беру. Я ответил, В России. Я Россию люблю. Я Россию люблю. Действительно фантастическая песня. Спасибо огромное за этот подарок. И это новое явление на нашей сцене. Я вернусь к тому, Что мне сказал Иосиф Давыдович 18 апреля В Кремлевском дворце. Сергей, тебе нужна песня о России. И эта песня через два года Появилась в моем репертуаре. Да, и сегодня в день рождения Иосифа Давыдовича Она как раз и прозвучала. Это премьера. Это большая премьера. Я поздравляю. Действительно. Я уверена, что эту песню теперь будут у тебя уже перехватывать другие артисты и просить разрешения ее спеть. Это было великолепно. Спасибо за этот подарок. Продолжается наш онлайн концерт. И ты знаешь, на каждом значимом вечере мы уже входим в такой возраст, когда мы начинаем вспоминать очень важные события для себя и важных людей. Твою супругу мы сегодня уже вспомнили и знаем, что у тебя одна из твоих дочек родилась или сын родился с третьей семьей? Две дочки у меня уже. Две дочки. Я знаю, что две. Она родилась 3 января. 3 января. А вторая? 18 октября. Удивительный отец, который помнит, когда у него родились дети. Хорошо, но все-таки я хочу перейти на очень главного для тебя человека, на твою маму. Расскажи нам про нее, пожалуйста. Сейчас мамочка как раз находится дома. Она смотрит концерт? Здесь в Москве. Она смотрит концерт. И она вместе с тещей. Давай ее представим всем. Светлана Леонидовна. Светлана Леонидовна. Для меня мамочка Света. Мамочка, Светлана Леонидовна, мы вас поздравляем. Прекрасный концерт сегодня у вашего сына. У вас потрясающий сын и всего самого прекрасного. Спасибо. Мама часто приезжает? Мама не видела внучек с января месяца. Сейчас она приехала на две недели. А так раньше, ну, каждых три месяца, наверное, приезжала. Очень были огромные планы поехать на дачу в этом году в Белоруссию. Ну, к сожалению, не получилось. Они там все обустроили, все подготовили, ждали. Может, с хлебом, с солью. Внучек ждали. И внучек ждали, да, уже. Но, ну, что, в следующем году два раза, значит, съездим. Я уверена, два раза. Или она еще приедет? Она же сможет приехать? Конечно, может приехать. Понятно. Есть ли у нее какая-то песня, которую она очень любит в твоем исполнении? Говорит, сынок. Знаешь, есть песня. Одна, которая ее просто тронула до слез. Я пел. И тоже Нелли Михайловна Кобзон тоже обратил внимание, как я трепетно отнесся к маме, когда я подарил цветы. Эта песня звучала в заключении первого отделения в Кремле. Я пел песню, которая называется «Есть городок на огромной планете». Она такая очень красивая. Но я очень хотел, чтобы в моем репертуаре появилась такая же песня. И она появилась. Появилась. Написал ее мой друг, коллега Сергей Войтенко. Я надеюсь, ты знаешь его хорошо. Знаю, хорошо. Вот. И песня называется «Не мама», потому что, я думаю, много песен, которые называются «Мама». А песня называется «Моя радость». О, Боже, как прекрасно! Я очень хочу посвятить эту песню ей и, конечно, всем мамам, которые на этой земле есть. Потому что я узнал, что такое мама во время пандемии, когда я ощутился 24 часа со своими дочками. И я понял, что это не так все просто. Не так просто, как тебе казалось. Да. Когда ты на гастролях приезжаешь. И все. Говорю, Наташ, чего такая замученная? Ты же дома был. Он говорит, а ты посиди дома с детьми. А вот ты и посидел дома с детьми. Это какая-то шутка. Если видела в интернете, казаха спрашивает. Говорит, есть два варианта. Вариант А. Вы будете сидеть дома. Всю пандемию дома. С детьми. С женой. Он такой. Вариант Б. Вариант Б. Да, с детьми непросто. Но именно в этом и есть тот самый кайф, когда ты общаешься с детьми. Безусловно. И потом, когда они вырастут, ты будешь это вспоминать. Как ты с ними сидел все эти дни. Так что я хочу исполнить песню, которая называется «Моя радость». Мамочке посвящается. Раскинул руки старый клет, привычно скрипнула калитка. В шаги я маминой влюбленной. Ее глаза, ее улыбку. Прости меня за непокой. Что сердце вечно не на месте. Давай обнимемся с тобой. И сядем рядышком, как в детстве. Кричат вокзальные гудки. И дни летят, как телеграм. Близкими или далеки. Нет никого дороже мамы. Пускай рассыплет время сон. Но я душой с тобой останусь. Моя единственная боль. Моя единственная радость. В круговороте зимы лет. Я становлюсь с тобой сильнее. Теплом невидимым согрет. Храни молитвою твоею. Мне светом чистой доброты. Ты даришь веру и надежду. И я несу домой цветы. Влюбленный в маму, как и прежде. Кричат вокзальные гудки. И дни летят, как телеграм. Близкими или далеки. Нет никого дороже мамы. Пускай рассыплет время сон. Но я душой с тобой останусь. Моя единственная боль. Моя единственная радость. Моя единственная радость. Моя единственная радость. Кричат вокзальные гудки. Кричат вокзальные гудки. И дни летят, как телеграммы. Близкими или далеки. Нет никого дороже мамы. Пускай рассыплет время сон. Но я душой с тобой останусь. Моя единственная боль. Моя единственная радость. Моя единственная радость. Моя единственная радость. Моя единственная радость. Сергей Волчков. Это песня посвящения маме. И дай Бог твоей маме здоровья и долгие годы и счастья. Чтобы она просыпалась с улыбкой, засыпалась с улыбкой. Спасибо тебе большое. Это великолепная песня. Мы все дети, мы все молоды, пока нам есть кому сказать мама. Да. Да, и это самый близкий человек. И каждый из нас желает, чтобы его дети любили бы нас так же сильно, как мы любим своих родителей. Ты знаешь, мне тоже когда-то какое-то интервью было, я долго не задумывался, ответил. Меня спросили, вот, какими ты бы хотел, чтобы выросли твои дети? Ты знаешь, безусловно, я хочу, чтобы они были счастливыми, здоровыми, чтобы они удачливыми были. Но у меня почему-то первое, что вот в голове, я хочу, чтобы они выросли благодарными. Благодарны Господу Богу, благодарны своим родителям, своему окружению. Если они будут жить по совести, у них все будет. Это очень сложно, жить по совести. Но как опыт показывает, можно. Сложно, но можно. Главное, чтобы было вот это ощущение благодарности близкому человеку, который тебе дарит дабло. Кто делает тебе зло, просто не обращай внимания, пройди. Но тот человек, который делает и дарит тебе те зрители, которые сейчас смотрят, которые приходят ко мне на концерт. Я готов, все, вот мне хочется отдать. Конечно же, я и беру немножко эту энергию. Но без этого невозможно. Кстати, предлагаю тебе взять немножечко энергии, потому что наши зрители, которые онлайн смотрят концерт, они не теряют времени зря, и они присылают тебе вопросы. Не могут спросить. С удовольствием. Самые разные. И творческие, и нетворческие. А это же можно будет потом, по-моему, прочитать все вопросы. Да, можно будет все прочитать и все пожелания, потому что тут очень много пожеланий тебе. Это приятно. И как мы, зрители, мы эгоисты. Мы хотим больше песен. Все об этом пишут. Сергей, больше песен, больше концертов. Больше хотим вас видеть и слышать. Ну и, конечно, пожелания тебе всего самого хорошего. А вот и вопросы. Вот скажите, пожалуйста, Сергей, как спрашивает Илья Васильев, а какую музыку, помимо той, что вы исполняете, вы любите? Вот если остаешься один, что ты слушаешь? Я не знаю. И гип-попа включаешь себе? Все. Я все слушаю. Мне кажется, я всеядный в этом плане. Мне нравится то, что качественно сделано. Я, например, скажу в ближайшее время, что я слушаю. В прошлом году я был на концерте. Лени Кравица, он стал моим любимым артистом. Я просто получал огромное удовольствие. Я был на РСР Мазоте, он всегда играет в моей машине. Я как-то гастролировал, ну не гастролировал, у меня тур был такой по Европе. Мы ехали с мамой, я слушал Хулио Иглесиас. Потому что швейцарские горы и эта музыка, мне кажется, вот она прям... Сливалась. Сливалась, да. А сейчас, в последнее время, я был на даче. Тесть попросил, говорит, ну, нормальное что-нибудь закачай. Что это? Нормальное это что? Это у меня... Эту музыку я тоже слушаю, просто у меня не было таких больших альбомов. Это Розенбаум, это Шефутинский. Вот. И вот сейчас... Такой легкий душевный шансон. Да. И ты знаешь, я вот сейчас езжу там час практически до тенниса, и когда ты включаешь телефон на зарядку, и автоматически в машине включается музыка. Ну вот та, которая последняя. У меня постоянно Шефутинский звучит. Так что 3 сентября у меня звучало не только 3 сентября. Угу. Ну это все классика, а что-то современное. Нет, ну это я говорю. А из современного... Рэп, музыка. Я очень люблю такую... Транс-мьюзик. Потому что я в детстве и в юношестве был даже диджием, и в школах, и в колледже. А мама знала? Безусловно. И вообще мне нравится популярная музыка. Я слушаю в машине и как и Григория Лепса, так я сейчас слушаю Зиверт. Мне очень интересно, ну почему такой успех у нее. И действительно это песни, которые сразу садятся, можно сказать... Ложатся на ухо и потом крутятся в твоей голове. Филипп Киркоров у меня есть песня, Тамара Гварцители. А все скажут, о, опять Тамара Гварцители и Шуфутинский туда. Нет. Она разная музыка. Я люблю многих исполнителей, популярных в том числе. У меня и басты звучит в машине. Ну, можно долго... Я поняла. Ты выбираешь по принципу хорошая музыка. Хорошая песня, хорошая музыка. Хорошая песня, да. Потому что у каждого артиста есть удачные и неудачные какие-то песни. Безусловно. Хорошая и не очень хорошая. А ты берешь просто хорошие песни, да? Вот, кстати, следующая песня очень хорошая. Август. Август. Эта песня сегодня прозвучит под аккомпанемент тоже рояля. Играет... Он не играет здесь на сцене. Он играет мысленно со мной, смотрит онлайн. Зовут его Олег Дементьев. Мы прошли 4 года колледжа вместе. Сейчас уже он объездил со мной больше, наверное, 300 городов сольных концертов. Ого! И постоянно сидит за роялем. Но его сегодня нету. Но запись зато есть. Рояльная. Он играет на стэнвэе. Это будет, вы поймете, звучание. А я постараюсь сейчас... Я думаю, что мы прям... Я даже не пел. Я как-то на студии пробовал. А сейчас будет такое практически живое исполнение под рояль. Песня, которую я безумно люблю. Она немножко не похожа сейчас будет на оригинал, да? Там по-другому ритмика. Но сам смысл этой песни остался такой же, какой он и был заложен сразу автором. Песня звучит для вас, Август. Скоро осень, за окнами август. Звук, глянь. И я знаю, что я тебе нравлюсь, как когда-то мне нравилась ты. Отчего же тоска тебя гложет, Отчего так грустишь ты со мной? Видно, в августе сбыться не может, Что сбывается ранней весной, Что сбывается ранней весной. За окошком краснеют рябины, Дождь в окошко стучит без конца. Ах, как жаль, что иные обиды Забывать не умеют сердца. Не напрасно тоска тебя гложет, Не напрасно грустишь ты со мной. Разве в августе сбыться не может, Что сбывается ранней весной, Что сбывается ранней весной. Субтитры создавал DimaTorzok Скоро осень, за окнами август, От дождя потемнели кусты. Я знаю, что я тебе нравлюсь, Как когда-то мне нравилась ты. Ах, когда-то мне нравилась ты. Браво, спасибо большое. Очень красивые песни, но прям за ней чувствуются, как стоят чьи-то слезы. Прям чувствуются слезы, которые пронизывают всю эту песню насквозь. Скажи, пожалуйста, а как ты выбираешь себе песни? Как ты выбираешь композитора? С кем ты хочешь работать, а с кем нет? Все спонтанно, как и с Александрой Николаевной Пахматовой, которая захотела написать мне песню, написала и военную, две песни, и песню о любви, которая называется «Золотая ты моя золотая». Еще я знаком с многими авторами, которые доверили, исполняют свои песни, Евгений Дмитриевич Догов. У него был юбилей три года тому назад в зале Кремлевского дворца и исполнял его две замечательные песни. И он говорит, пожалуйста, пой везде на всех своих концертах. Я очень долго пел песню, его такая тоже залихватская. И также познакомился с Александром Сергеевичем Морозовым. Был у него юбилей. Он пригласил к себе домой. Говорит, у меня очень много песен, которые сейчас не исполняются, которым хотелось бы тоже дать вторую жизнь, второе дыхание. Говорит, ну, они прям будут ложиться на твой голос. А мы знаем, что Александр Морозов написал очень много хитов. Я приехал к нему домой. Мы долго сидели, разговаривая, прослушали около ста, наверное, песен. И они все удивительны по-своему. Но выбрали для его концерта, у него был юбилей два года назад. Он был в Кремле, проходил, и БКЗ Октябрьский. Мы выбрали две песни. Я бы исполнил их две, но просто хотелось бы, чтобы концерт все-таки не растягивался на 3-4 часа. Я исполню одну веселую, залихватскую, которая называется «Фантазер». Но самое интересное, что эту песню я с детства слышал из радио, потому что ее пел всегда Ярослав Евдокимов. Всегда звучало там «Колодец, Калыль, фантазер, ты меня называла». Это уже в народ пошло, как мем отдельно «Фантазер». Ну а потом ее подхватил Николай Басков с группой «Дискотека Вария», они сделали ее по-своему. Ну а я ее тоже сделал немножко иначе. Она не звучит из того прошлого, она звучит еще современно. И самое интересное, раскрою тайну, что когда я на Рублевке где-нибудь работаю, я заказываю эту песню два раза спеть. А можно нам хотя бы один? Но мы все-таки в Кремле, поэтому можно хотя бы один. Чтобы люди не пугались, сейчас будет совершенно другая песня из другого, можно сказать. Вот как я и говорю, вот что я слушаю. Я слушаю и Шафутинского, и слушаю ATB, Армин Ван Бюрен, Тиеста, и дальше буду продолжать. То есть это может быть разным. Мне нравится. Мне нравится то, что нравится этой люди. «Фантазер, мы тебя называем». Отлично. Вот и нашел себе бэк-вокал. Спасибо большое. Спасибо большое. Прямо сейчас, дорогие друзья, «Фантазер». «Фантазер». Ну вы тоже, смотрите, поддерживайте меня и поем все вместе. Я буду подсказывать вам слова. Короче, зажигаем. Все я выдумал сам, потому что был слеп. Непроглядный туман, непроглядный туман, и не выпавший снег. Песню нежный сердец, под аккордой дождя, и счастливый конец, и счастливый конец, и, конечно, тебя. Я к тебе приходил. Я к тебе приходил, и морозы и зной, я к тебе говорил, я к тебе говорил, я к тебе говорил о любви неземной. Что-то очень нежно, и на все я готов, но тебе не нужна, но тебе не нужна неземная любовь. Фантазер, ты меня называла, фантазер, а мы с тобой не пара, ты умна, ты прекрасна копея, ну а я, я люблю все сильнее. Все мчалось, как ты, без тревог и потерь, ты сегодня с другим, ты сегодня с другим, у тебя есть теперь. И земные мечты, и земная любовь, что же с нежностью ты, что же с нежностью ты смотришь в прошлое вновь. Фантазер, ты меня называла, фантазер, а мы с тобой не пара, ты умна. Ты прекрасна, как пея, но я, я люблю все синий. Фантазер, фантазер, фантазер. 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 Вы все замечательные, теплые, хорошие профессионалы в свое дело и человек. Потому что в 2011 году, когда я был студентом в ГИТИСе, я пошел на конкурс «Романтьяда». Это международный конкурс, серьезный. Не просто пошел, ребята, а и выиграл. Нет, занял первое место. Первое место. А самое, мы разделили первое место на двоих. Не важно. Мне говорят, женщина очень серьезная. Она смотрит на талант. И не только. Нужно произвести впечатление. И я выхожу, а там классика была, я Рахманина выхожу. Музыка. Все отнял у меня казинящий бог. Пригвоздил. Этот романсик всего лишь минуту 20 секунд. Она дослушала, а еще что-то вы поете? Я говорю, да, хороший романс. Тройка мчится, тройка скачет. И она обратила внимание тогда. Я занял первое место в колонном зале Дома Союзов. Это для меня была действительно такая победа. Фурор. Фурор. Я стоял, в зале сидел такой именитый жюри, Лядов, Личенко. Ну просто перед ними уже было выступать. Я даже пел, у меня ноги сводило, мне кажется. А ты знаешь ли, Сергей, что мы обратились? Галина Сергеевна. Спросили ее мнение. Она задумалась. И вот, что она сказала. Спасибо. Послушаем. Я когда слушаю Сергея Волчкова, когда думаю о нем, то думаю часто очень и о любимце русского народа. Сергей Яковлевич Лемешев. Наш народный герой, наш истинно народный артист. Очень много общего, особенно в начале их жизни. Вот простой городок такой нестоличный, и семья такая обычная. Но оттуда, из этих простых городков, из этой простой семьи, на сцену выходил уже лорд, аристократ. И таким был Сергей Яковлевич Лемешев. И вот эти качества, они живут и в Сергее Волчкове. Ведь истинно народный талант – это не только голос, не только музыкальность, не только отличная сценическая внешность. Всего этого достаточно сегодня. Но вот, говоря об этих двух артистах, Сергея Яковлевича и Сереже Волчков, там читается еще особое качество, сегодня очень редкое. Это достоинство и благородство артиста. И очень жаль, что поколение Пепси, несчастное это поколение Пепси, было воспитано в другой эстетике. В эстетике такой, немножко, знаете, матросского какого-то кабака, вот простите за такое слово. Но в эстетике фальши, в эстетике концертов под запись, фотошопа, неестественного, неправдивого, нечестного. Поэтому я думаю, что за такими артистами, как Сергей Волчков, будущее. Спасибо большое, Галина Сергеевна. Сергеевна, если вы меня видите, я вас уважаю и очень люблю. Спасибо огромное. Низкий вам поклон за такие теплые слова. Спасибо. А вот скажи, а ты часто сейчас вот поешь романсы, вот такую серьезную музыку? Потому что я последний раз ее пела в музыкальной школе. Я помню, цвели уже давно хризантему в саду. Знаешь, я записал целый диск романцев. Причем я записал этот диск с оркестром, который как раз и играл на Романтиаде. Мы дружим до сих пор. Это Народный оркестр, ну, ансамбль «Россия» под управлением Дмитрия Дмитриенко. Потрясающий тоже человек. И вы знаете, у нас так как-то легко это все получилось. Мы сделали программу в Доме музыки. Она прошла на ура. Потом говорю, надо записать диск. И мы записали полностью диск романцев, где много-много таких именитых. Сегодня я бы исполнил бы, мне чуть-чуть не хватает. Подожди, подожди, милочку. А, кстати, есть ли у тебя любимый романс? Знаешь, я хочу исполнить на итальянском. Хорошо. На итальянском. Можно отнести его и к романсу, потому что это неаполитанское, ну, как бы к неаполитанским песням. И чуть-чуть скажу про эту... Знаете, там такая есть тоже переживание, боль, светлая грусть. Гварда Киллона, гварда Гемары. Посмотри, какая луна, какое море. Когда парень теряет свою девушку, но он представляет ее рядом и говорит, вот, посмотри. И, знаете, сегодня, выезжая в Кремлевский дворец, мне на охране оставляют цветы. Ну, внизу квартиры. Я поднимаюсь, и, конечно же, это поклонница, которая проехала больше двухсот городов нашей страны. Она сидит в первом ряду всегда с букетом цветов. Они, вот, кстати, сейчас синие стулья, да, стоят, а они вешают синие ленточки на цветы. Это так мило, потому что ты понимаешь, что это из группы, это мои люди уже, которые всегда дарят. И песня Гварда Киллона, всегда я ее, когда я ее вижу в зале, я ее всегда пою и посвящаю ей. Это очень золотой человек, Татьяна Алексеевна. Она наверняка смотрит. Я всех поклонница, уважаю, люблю Татьяну Алексеевну. Безусловно, и передаю ей огромный привет, и хочу эту песню сейчас, конечно же, всем исполнить, но она всегда, знаете, что адресована, в том числе и вам. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо большое. ДimaTorzok 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 Еще хочу сказать, что папа нас с братом воспитал очень правильно. Правильно, это рыбалка, это грибы. Вот буквально на прошлой неделе я ездил в Подмосковье, места не скажу. Вот тут, кстати, вопрос прилетел от Марины, я не успела прочесть, где хорошая рыбалка в России, спрашивают. Ну, рыбалка хорошая много, где и Камчатки, и Карелия, и, пожалуйста, Астрахань. Но в Подмосковье есть тоже очень хорошее место, простите, не скажу. Там я долго искал. Ты жадный. Твой папа не такой, он бы обязательно сказал. Ладно. Раково. Раково. Поселок, но места не буду выдавать. Хорошо, не говори. Но там заповедная как бы зона, туда въезжаешь, такая природа, что-то напоминая не Белоруссию. Это папа привил тебе, любовь к рыбалке. Да, и я буквально неделю назад впервые вывез крестника своего и друга на рыбалку. Они не рыбаки совсем. И мы поймали 7 килограмм за 3 часа. Карасей и маленьких карпиков, таких грамм по 3. Все съели? Ну, что-то выпустили, что-то забрали себе. А второй раз я поехал еще раз с другом через день. Ну, был свободный день, я летал в Питер, потом прилетел, свободный день. Думаю, оп, надо ехать на рыбалку. 9 килограмм. Ничего себе, у тебя растет улов. То есть в случае чего сможешь быть моряком и рыбаком. Это такое, знаешь, что я делаю? Надо же, конечно, с папой поделиться, подзадорить. Я подзадорил брата и папу, и на следующий день они поехали уже на Днепр. А брат и папа тоже в Белоруссии? Брат и папа в Белоруссии. А папа поет? Папа читает стихи. Ну, поет так. Рэп. Практически, да. Я хотел сказать, что в моем репертуаре появилась песня, которая называется «Отец». Многие задают у меня после концерта, папа ваш жив? Я говорю, слава богу, папа жив. Просто песня грустная. И когда я ее услышал, я представил не своего папу, я представил дедушку свою. И я как помню, когда он ушел из жизни, это практически на наших глазах. И самые те главные слова, что говорил мой папа, когда дедушке не стоял, он говорит, сколько много я тебе не сказал. Сколько времени я... И там практически такие же слова есть. Хотя папа всегда был рядом, мы жили в одном городе, он заезжал там. Но что-то он чувствует, папа, что вот недосказал. И в этой песне об этом и говорится. И когда... Так что вот я всегда и себе говорю. Иногда тоже забегаешься, а неделю не позвонил там маме, папе там. А потом только надо набрать своим родным, спросить, как дела. Не надо этого стесняться, нужно любить своих родителей. И я хочу исполнить сегодня песню, которая называется «Отец». Ты говоришь, листая у природы, Она не в богомольных образах. Ты говоришь, что пролетели волны, Но нет ни капли горечи в глазах. Ты говоришь, что прожил жизнь счастливо, Построил дом и вырастил детей. Жену любил, она была красива, И что безмерно благодарен ей, Что не был ты богат. Ты этим не был, Людей любил и дружбой дорожил. Что цвет любимый, цвет души и неба, И что другой судьбы ты не просил. Хотел тебя спросить, в чём секрет, Но не успел, всё думал, жизнь длина. Я в суете своих разгульных лет, Тебя не слушал, пел жадно жизнь до дна. И вот достиг ты вечности вершину, Сверхнула и угасла синева. Замолкла жизнь, растаяла как льтина, Но помню я отец твои слова, Что не был ты богат, И беден не был, Людей любил и дружбой дорожил. Что цвет любимый, цвет души и неба, И что другой судьбы ты не просил. Сто жизней дай тебе отдал бы людям, Другой судьбы себе ты не просил. Сто жизней дай тебе отдал бы людям, Другой судьбы себе ты не просил. Я сейчас ретранслирую слова всех отцов, Которые смотрят наш концерт. Спасибо большое. Действительно, дай Бог твоему папе здоровья. Спасибо ему огромное. А ты на него сильно похож? Я больше на маму. На маму я помню, как ты говорил. Брат мой похож больше на папу. Да, брат больше похож на папу. А брат поет? Скорее нет, чем да, Но он тоже творческий человек, И во время еще учебы в школе и в университете Он тоже всегда был ведущим и читал стихи на сцене. Точнее, такой тоже творческий человек. Да, да. Это, наверное, больше от папы, но и частично от мамы. Я иногда вот смотрю на Сергея, на его удивительную органику, вот то чувство красоты, теплоты и легкости, которые он дарит. И я понимаю, какой же ты, Сергей, везучий чертяка, как говорят на роде. И тебе, знаешь, в чем еще очень сильно везет? То, что ты встречаешь огромное количество умных, талантливых, по-настоящему ярких, интересных людей, которые тебя очень любят. Которые дарят тебе тепло своего таланта. И это Иосиф Давыдович Кобзон и Александр Градский. Много людей, которые в твоей жизни встречаются. И Калина Сергеевна Преображенская. Светлана Зейналова. Ну, я такая, знаешь, я маленькая пылинка на твоих брюках. Главное, чтобы ты меня не стряхнул. Потому что я действительно с первой встречи была совершенно очарована твоим талантом. И ты произвел на меня такое, знаете, состояние шока. Я такая думала, это как это так? То есть мне все время казалось, что это должен быть очень тяжелый труд. Стоять на сцене. Я хотел произвести впечатление. Да, и петь изо всех сил. Но нет, оказывается, это так легко и так красиво. И люди, с которыми ты встречаешься, они тебя не забывают. И вот следующее поздравление, следующее выступление, которое мы увидим, это тому подтверждение. Итак, пожалуйста, внимание на экран. Главное, Сергей. Иосиф Давыдович всегда выделял ваше творчество. Ему нравился ваш голос. Тембр вашего голоса, исполнение. Ему нравилась ваша внешность. Ему импонировало, какой вы милый, внимательный, чуткий, добрый человек. Вы приезжали к нам на дачу. Сидели подолгу с Ес. Давыдовичем. Беседовали. Он вас наставлял. А вы всегда очень внимательно выслушивали его. И, наверное, делали какие-то выводы. У вас длинный творческий путь. У вас вся жизнь впереди. Я вам желаю множество, множество успехов. Много новых песен. Много новых произведений. Огромное количество концертов. Поклонников, любителей вашего творчества. Я знакома с вашей милейшей семьей, с очаровательной женой, с вашими детками, с вашими родителями. Я им желаю всем-всем здоровья. И вам, Сергей, длинного, удачного, счастливого, творческого пути. Обнимаю. Спасибо большое, Анелли Михайловны. Это была Анелли Михайловна Кобзон. Эти слова для тебя. Чтобы был длинный-длинный. Long, long way. Как говорят на английском языке. Сейчас после онлайн нашего концерта, конечно, сразу же позвоню и поблагодарю и всех, кто меня вот так вот тепло обо мне сказал. Я уверен, что Александра Николаевна Пахмутова бы тоже много чего сказала. Мы не успели просто всех сейчас подсоединить. Но когда ты будешь делать свой второй концерт, мы обязательно еще обзвоним людей. А к третьему, четвертому, пятому и так далее. Но потом мы все-таки надеемся, что ты надеешься нас собирать в Большом зале. 3 апреля. В Большом зале. Так это через полгода. Но мы-то надеемся пораньше все-таки. Что все-таки пораньше нам всем разрешат это сделать, и мы сможем. Я бы, знаешь, хотелось, уже подходит к концу наш концерт, исполнить песню, которую я уже два года после ухода Иосифа Давыдовича Кобзона пою на своих концертах и закрываю первое отделение. Я хочу сказать, что эту песню я впервые исполнил на юбилее Ильи Резника. Илья Резник написал замечательный русский текст всемирно известной песни «My Way», которую пел Иосиф Давыдович. Он как раз юбилей Иосиф Давыдович эту песню и написал. И вы знаете, когда я пою ее на сцене, мне кажется, он рядом. Вот мне хочется, чтобы он в музыке жил всегда и всегда жил в сердцах людей, которые его любили, которые его знали. Сегодня его день рождения, и я хочу исполнить песню «Мой путь». Для меня это волнительно сейчас, безумно, главное сейчас собраться. Мы все тебя поддерживаем. Вот сейчас все миллионы людей, которые прильнули к экрану, тебя поддерживают. Мой путь, моя судьба, надежд, ошибок и сомнений. Мой путь, что выбрал я, я вспомнил вновь без сожалений. Я жив и сладок дым, соленый вкус, а в платье сметок влюблялся и любил. Это был мой путь, был час, когда упал, и надо мной звенела вьюга. Был день, когда узнал, любовь врага и зависть друга. Я шел, боль сатая, смеялся я и горько плакал, промчалась. Жизнь моя — это был мой путь. Продрись, мой путь, на светлый мир, на теплый дождь, на птичий крик, На нежный взор, на вздох любви, и музыку мою продлить. Я не шалею ни о чем, это был мой путь. Мой путь, моя судьба, дорога грезь, тропинка счастья. Я сам себе судья, и надо мной никто не властел. Пусть мир был так жесток, но жизнь моя была прекрасна. Пусть мир был так жесток, но жизнь моя — это был мой путь. Продлить мой путь на светлый мир, на теплый дождь, на птичий крик, На нежный взор, на вздох любви, и музыку мою продлить. Я не шалею ни о чем, это был мой путь. Да, это был мой путь. Хочется встать в конце такой песни и сказать огромное спасибо. И я невольно проследилась. Я думаю, что все, кто сейчас слушали, тоже проследились. И пожелают тебе долгого-долгого-долгого хорошего твоего пути. Тебе спасибо. Ты знаешь, на пути у каждого мужчины должна обязательно встретиться она, женщина. Без нее путь нельзя пройти. Но это будет не путь. Это будет так какая-то тропинка, по которой ты шел, шел, ничего и не нашел. Должна быть муза, должно быть вдохновение. Должен тот человек быть, в чьи руки ты должен всегда хотеть вернуться. Я знаю, что у тебя есть такой человек. Я зовут Наташа. Я все знаю, потому что однажды... Это девушка... Можно я расскажу, Сергей? Мы сидели с Сергеем на мероприятии, разговаривали, оно подзатянулось и как-то вот... Подзатянулось на 9 часов. Да. И мы сидели, 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 ждали и начали рассказывать. Я рассказывала ему о детях, о муже, он мне рассказывал о детях, о муже. И вдруг в какой-то момент, когда мы стали говорить о чувствах, мы уже очень устали. И Сергей вдруг так встрепенулся, и он начал с такой эмоцией рассказывать, как он с Наташей познакомился, как он пришел, как он пел. Это была церковь, как он увидел ее, он увидел глаза, как она поет, как он с ней разговаривал. И он так рассказывал, рассказывал, на меня не глядя, куда-то вот в пространство. А я такая сидела, смотрела на него и думала, что я бы хотела, чтобы однажды хоть один мужчина на земле вот так бы рассказывал, чтобы он познакомился со мной. Потому что у меня такого не было в жизни никогда. Я страшно рада за Наташу. Обязательно будет. И знаешь, что я всегда рядом. И песню «Свадьба», которую я люблю, я знаю. Не рада. По проселочной дороге Расскажи про Наташу. Расскажи про своих дочек. Ну, это затянется надолго. Я хочу сказать кратенечко, что эта девушка, которая зовут Наташа, родила мне двух замечательных девчулек, которая зовут Пелагея Ксения. Они меня очень радуют, я их безумно люблю. Сейчас ехал сюда, они меня провожали поцелуями, поддержкой. Они смотрят сейчас онлайн, потому что хотели бы они этого или не хотели, но бабушка точно их заставила. А еще у нее самые голубые глаза и самые золотые волосы. И Наташа сейчас тоже, у нее важное мероприятие сейчас, открытие Кинотавра. Она находится сейчас в Сочи, она отвечает за всех гостей. И она говорит, все равно я найду несколько минут и обязательно посмотрю прямой эфир. Ну, потом, конечно, она посмотрит. Признайся, ты поешь, Наташа? Пою. Пою и иногда слышу даже замечания. Да, вы что? Ну, конечно. А что она говорит? Верхний ля взяли не так... Вот я, например, записал сейчас песню «Моя радость», да? Я вот сейчас исполнил это «Рояльная история», ну, это Сергей Войтенко записал, а есть аранжировка. Я записал песню, моя мама прослезилась, еще я там включал. А Наташа говорит, все хорошо, но мне показалось ровно. И я прислушался, я сейчас буду переделывать. Переделывать, потому что у нее есть вот это вот чутье, вот то, чего не хватает многим женщинам. Я знаю, что если не хватило ей, не хватит еще многим. Нужно добиться так, чтобы... Я знаю. Там буквально чуть-чуть. Это не менять полностью песню. Там нужно добавить вот эти вот, как вишенка на тортике. Как говорилось в одном фильме, женщина она сердцем чует, понимаешь? Ну и продолжение. Хочу сказать, что встретил я Наташу в Москве. Встретил многих людей, о которых мы говорили, в Москве. Познакомились мы с тобой в Москве, потом встретились во Владивостоке. Было дело, а потом опять еще... Встретились с замечательной девушкой, которую зовут Марина Худина, которая является моим любимым режиссером, которая и помогала мне с этим концертом. Я встретился с директором Кремлевского дворца, с Петром Михайловичем Шапалтаем. Анечка Горнова сидит тоже, замечательный человечек. Здесь много людей замечательно сидит. Мама сказала ее, что будет все хорошо. Аня говорит, значит, будет все хорошо. Да? Мне кажется, что получилось. В Москве я встретил своего директора Тимофея. Я встретил многих людей, с которыми дружу, с которыми поддерживаю отношения. Мои друзья некоторые переехали в Москву из Беларуси. А значит, именно Москве нужно сказать большое спасибо. Я ей хочу очень сказать большое спасибо. Всем, кто смотрел этот эфир, тоже огромное спасибо. Низкий вам поклон. Я хочу на такой позитивной ноте, радостной ноте, как нахожусь на главной сцене страны, которая находится в Москве. Для всех, кто смотрит из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других городов, я вас тоже очень люблю. Я в любой город приезжаю, пою эту песню и концовочку заменяю на ее город. Например, эти слова тебе Сочи, эти слова тебе Екатеринбург. А сегодня я спою Москва. Лучший город. Ты никогда не бывал в нашем городе светлом над вечерней рекой. Не мечтал-то о Зариме, Друзьями ты не против. По широким проспектам, Значит, ты не видал, Лучший город земли. Песня плывет, Сердце поет, Эти слова тебе Москва. Ты к нам в Москву приезжай, И пройдись по Рыбану, Окунись на Тверском. Шум зеленых оленей, Хотя бы раз посмотри, Как танцуют девчата На ладонях больших городских площадей. Песня плывет, Сердце поет, Эти слова тебе Москва. Слова ты вспомнишь мои, Если только приедешь, И увидишь хоть раз Лучший город земли. Песня плывет, Сердце поет, Эти слова тебе Москва. Москва, Москва, Лучший город Москва. Лучший певец Сергей Волчков. Светлана Зиналова, Лучшая ведущая. Спасибо тебе огромное. И низкий поклон, что ты сегодня рядом, потому что, вот не знаю, мне сразу, когда сказали онлайн-концерт, я говорю, можно, чтобы вела это мероприятие Светланы Зиналовой? Потому что я знал, что от тебя исходит такой свет и доброта, что вот поешь и радуешься. Спасибо! Та же ситуация, позвонили, Сергей Волчков, я сказала, я уже выезжаю. Сергей, спасибо тебе большое. Это был потрясающий концерт. До новых встреч. Ты знаешь, пришло огромное количество сообщений от вас, друзья, мы все отдадим Сергею, он их обязательно прочтет. Спасибо! Спасибо!